МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухиной. Коротко о главном. Проверка и ремонт. Ресурсоснабжающая организация подвела итоги первого этапа гидравлических испытаний теплосетей. Все 11 утечек на данный момент устранены. Статистика показывает, что количество утечек уменьшается. Считаем, что данная тенденция будет дальше сохраняться. Я б в конструкторы пошел, пусть меня научат. Молодые сотрудники производственного объединения «Старт» познакомили школьников с одной из самых интересных инженерных профессий. Мы адаптировали такие сложные профессии под школьников, под старшеклассников. И все включены, всем интересно. Мы добавляем интерактивы. Это не только рассказ про профессию на нашем предприятии, а и про Росатом в целом. Восьмикратный чемпион России. Зареченец Александр Харланов стал победителем чемпионата страны по плаванию. Ребята выступили достойно. Александр Харланов выиграл 200 метров дельфина. Показал очень хороший результат. Это отборочный норматив на Олимпийские игры. И теперь подробнее об этих и других событиях. Два зареченских предприятия стали призерами конкурса корпоративных социальных программ «Лидеры изменений. Вклад бизнеса в сферу воспитания». Федеральный конкурс, приуроченный к 200-летию выдающегося русского педагога Константина Ушинского, был организован автономной некоммерческой организацией Агентства социальных технологий и коммуникаций при поддержке топливной компании «Росатома ТВЛ» и Общественной палаты России. Цель проекта заключалась в том, чтобы выявить и популяризировать эффективные подходы к участию коммерческих структур в воспитании подростков и молодежи. С октября 2023 по апрель 2024 года в конкурсе приняли участие компании из 19 регионов России. Церемония награждения победителей проходила в Общественной палате Российской Федерации. В мероприятии приняли участие представители Министерства просвещения, Общественной палаты, компании ТВЛ, а также руководители компаний-победителей и призеров. В категории «Крупный бизнес» первое место было присуждено градообразующему предприятию Заречного производственному объединению «Старт» за проект «Арт-экология в детских садах». В категории «Средний бизнес» второе место было присуждено Обществу с ограниченной ответственностью «Энергопромресурс» за проект «Молодежный клуб «Энергия» – платформа для развития и адаптации подрастающего поколения в современном цифровом мире. Проекты победителей конкурса будут представлены в специальном сборнике лучших практик, который будет распространен среди образовательных организаций, органов власти и общественных институтов. В начале следующей недели в Заречном вновь отключат горячую воду. С понедельника по среду ресурсоснабжающая организация планирует провести второй этап гидравлических испытаний. Напомню, что эта ежегодная процедура проводится в рамках подготовки к отопительному сезону. Испытания трубопроводов повышенным давлением позволяют выявить слабые места и провести ремонт сетей до наступления холодов. Об итогах первого этапа гидроиспытаний Станислав Корякин. Более десятка утечек было выявлено специалистами ресурсоснабжающей организации Заречного в ходе первого этапа гидравлических испытаний. Он проходил с 23 по 25 апреля. В ходе проверки в магистральные трубопроводы подается горячая вода под повышенным давлением. В результате выявляются ослабленные элементы сетей, которые нуждаются в ремонте. Все 11 утечек на данный момент устранены, которые образовались после первого этапа гидравлических испытаний. Сейчас мы планируем на следующей неделе, 21, 22, 23, перейти к второму этапу гидравлических испытаний. Статистика показывает, что количество утечек уменьшается. Считаем, что данная тенденция будет дальше сохраняться. По данным ресурсоснабжающей организации, на проспекте 30-летия Победы было заменено 12 метров трубопроводов тепловой сети. На проспекте Мира 6 метров труб. С 21 мая в Заречном начнется второй этап гидроиспытаний. В связи с этим будет отключено горячее водоснабжение. Планируется, что вода будет отсутствовать с 8 утра до 5 вечера. Отключение будет в период гидравлических испытаний. После гидравлических испытаний обнаружение утечек будет организована схема циркуляции. Те дома, которые не попадут в схему циркуляции, будут в данном списке по данным домам, управляющим компанией для оповещения населения. Гидроиспытание – стандартная процедура, которую ежегодно проводят для проверки магистральных трубопроводов теплосетей. Это позволяет подготовиться к очередному отопительному сезону и пройти его без аварий и отключения тепла. Станислав Корякин, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Сегодня в «Заречном» стартовала традиционная ежегодная профилактическая акция «Внимание, дети!». До начала июня дорожные инспекторы будут уделять особое внимание юным участникам дорожного движения. Напомнят детям о необходимости соблюдать правила поведения на дорогах. Проведут встречи с родителями. О безопасности на улицах Заречного мы поговорим с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД по городу Заречному Кристиной Шумской. Встреча в студии сразу после рекламы. Ну а пока к другим темам. Заводчане завершают учебный год. С сентября 2023 сотрудники градообразующего предприятия выступали в роли преподавателей и проводили интерактивные занятия для школьников. Ребят знакомили с инженерными и рабочими профессиями. Помогали детям осваивать информационные технологии. Рассказывали о деятельности производственного объединения «Старт» и госкорпорации «Росатом». Заводчане побывали почти во всех школах города. Заключительная в этом году битва конструкторов прошла в 225-й школе. Десятиклассники из школы номер 225 строят мосты. Пока из конструктора. Но может быть, после этого занятия кто-то из них решит стать настоящим проектировщиком и создавать более сложные разработки. Ребята работают под присмотром специалистов. Занятия проводят конструкторы, сотрудники производственного объединения «Старт». Это часть масштабного профориентационного проекта, который заводчане реализуют во всех школах Заречного. Мы адаптировали такие сложные профессии под школьников, под старшеклассников. И все включены, всем интересно. Мы добавляем интерактивы. Это не только рассказ про профессию на нашем предприятии, а и про «Росатом» в целом. Детям рассказывают о профессии, о том, как ее получить и в каких сферах она востребована. Практическое задание – обязательная часть урока. Школьникам предложили построить мост, который выдержит нагрузку в полтора килограмма. Причем детали нужно было скрепить таким образом, чтобы у любых двух элементов была лишь одна точка пересечения. Изначально у нас это было для студентов первого курса технических, то есть ПГУ и ПенсГТУ. Но и школьники довольно легко с этим справляются. Конечно, в основном с подсказками. То есть у них более облегченный вариант, нежели у студентов вуза. Каких-то оригинальных конструкторских решений еще не увидели? Ой, были. Были, много были. Во многих школах, особенно девушки этим выделяются. То есть они прям смотрят за красотой. Практические занятия в школах в течение учебного года проводили не только конструкторы. О своей работе детям также рассказывали технологи и специалисты в области информационных технологий. По каждой школе мы проходили по всем трем профессиям и также атомный квиз. То есть мы ходили с четырьмя мероприятиями и в следующем году мы что-нибудь еще продумаем. Урок в 225-й школе стал заключительным занятием, которое инженеры-конструкторы провели в этом учебном году. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». И о спорте. Зареченский пловец Александр Харланов стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 200 метров бутерфляем. Финальный заплыв он выиграл с результатом 1 минута 55,77 секунды. Эта золотая медаль чемпиона России стала уже восьмой в карьере заслуженного мастера спорта, чемпиона мира по плаванию на короткой воде Александра Харланова. Быстрая секунда на коронной дистанции и легкая вода Казанского дворца водных видов спорта принесли в копилку заслуженного мастера спорта Александра Харланова восьмую золотую медаль чемпионата России. В Катарстане, когда проходят соревнования, это один из лучших бассейнов в нашей стране, я считаю, возможно, даже в Европе. Ну, входит в пятерку лучших, наверное, на мой взгляд. И всегда приятно там выступать будет, то это короткий чемпионат или длинный. И обычно ни с какими трудностями там мы не столкнулись. Нашу спортивную школу представляло пять спортсменов. Из них трое – это юниоры, для которых это был первый чемпионат России, и выступление на первом чемпионате России по длинной воде, и Александр Харланов, и Егор Сучков. Ребята выступили достойно. Александр Харланов выиграл 200 метров «Дельфин», показал очень хороший результат. Это отборочный норматив на Олимпийские игры. Но, к сожалению, в действующих международных событиях, которые сейчас происходят, будем выступать на «Играх дружбы», которые пройдут в сентябре в Екатеринбурге. Всемирные игры дружбы, будем готовиться к ним. В финальный заплыв Александр выиграл с результатом 1 минута 55,77 секунды. Вторым стал Александр Кудашев. Тройку лучших замкнул Роман Шевляков. Практически все участники национального чемпионата – давние конкуренты и товарищи Александра Харланова. Я думаю, что о каждом участнике финала можно так сказать. Наверное, в первую очередь это Саша Кудашев и Егор Павлов, с которыми мы неизменно вот уже на протяжении многих лет плаваем и чемпионат округа, после которого идет чемпионат. И с Егором Павловым мы еще и плаваем и чемпионат области. Поэтому у нас с ним достаточно стартов до чемпионата, чтобы приглядеться друг к другу. Также хочется отметить Роман Шевлякова, который значительно прибавил на этой дистанции, несмотря на то, что все-таки он больше спринтер, чем двухсоточник. 200 метров бутерфляем – коронная дисциплина Александра Харланова. Именно на этой дистанции он завоевал звание чемпиона Европы и неоднократного чемпиона России. Впрочем, очередная победа для Александра – не повод почивать на лаврах. Несмотря на радость от успеха, он, как обычно, самокритичен. В первую очередь, наверное, сказать хочется о том, что рад тому, что победил на чемпионате. Это, наверное, в первую очередь, что понравилось. То, как разложились по дистанции, понравилось. И в целом время, которое было показано. Но, мне кажется, немножко не хватило на 100 метров бутерфляй, финал заплыва которого проходил в третий день соревнований. Хотелось бы, конечно, показать более быстрые секунды. После того, как 100 метров бутерфляй проплыли, наверное, казалось, что, может быть, секунды даже будут чуть хуже. Но с учетом того, что потом удалось расплыться, войти в ритм, и после утреннего заплыва на 200 бат предварительного, я уже думал, что, честно говоря, секунды будут быстрее, но немножко не хватило на последнем полтиннике. И на первом, и на последнем полтиннике Александру придется выложиться по полной уже довольно скоро. Летом он выступит на Кубке России, а потом его ждут игры дружбы. Да, зареченский пловец вполне мог бы побороться за олимпийское золото. Отборочный норматив он выполнил, но участвовать в играх, где не ждут российских спортсменов, чемпион мира Александр Харланов не хочет. Удачи легкой воды и быстрых секунд на всех стартах заслуженному мастеру спорта России желают Станислав Корякин, Вячеслав Юртаев и вся телерадиокомпания «Заречный». Завершилась 10-я юбилейная спартакиада «Дошкалята». Весь учебный год зареченские детсадовцы состязались в различных спортивных дисциплинах. Метание предмета вдаль, бросках в мячах баскетбольное кольцо, прыжках через скакалку, наклонах с тумбы, прыжках в длину, плавании. Участвовали ребята в веселых стартах. Заключительным этапом спортивного марафона стала легкоатлетическая эстафета. Главное – не урани палочку. Так напутствовали своих воспитанников инструкторы по физической культуре перед легкоатлетической эстафетой. 10-я юбилейная спартакиада «Дошкалята» завершилась забегом всех детсадовских команд. В каждой сборной 5 мальчиков и 5 девочек. Длина одного этапа эстафеты – 30 метров. Это соревнования, это как у взрослых, детки готовятся, отбирается команда, педагоги занимаются, инструкторы по физической культуре, родители у нас подключаются к подготовке, потому что иногда детям дают замашенные задания, что-то отработать. В итоге получается хорошая команда, и она выходит на соревнования. Каждый месяц на протяжении всего учебного года воспитанники детских садов участвовали в новом виде соревнований. Уже прошли состязания по метанию предметов вдаль, броскам мяча в баскетбольное кольцо, прыжкам через скакалку, наклоном с тумбой, прыжкам в длину и плаванию. Также детсадовские команды поучаствовали в веселых стартах. Юные спортсмены готовятся к соревнованиям по-взрослому. Состав команды от каждого детского учреждения непостоянный. Для очередного тура соревнований отбираются те дошколята, которые показывают лучшие результаты именно в этой дисциплине. Дети сначала отбираются в саду, то есть инструкторы с ними непосредственно со всеми работают, проверяют их все физические данные. И именно под вид спорта, который присутствует, например, те же прыжки в длину у нас есть. У нас не все дети во всех видах участвуют. Кто-то талантлив в одном виде, кто-то в другом. Для детей участие в таких состязаниях это и развлечение, и развитие физических способностей, и возможность приобщиться к большому спорту. У нас на легкую атлетику очень часто приходят тренеры по легкой атлетике. У нас дошкольники занимаются, например, в 15-м саду, в 7-м саду у нас занимаются тренеры с дошкольниками, поэтому они даже на области показывают очень хороший результат. Результаты соревнований станут известны совсем скоро. Церемония награждения победителей и призеров спартакиады дошколята состоится на следующей неделе. Внимание, дети! В Заречном стартовала профилактическая акция, приуроченная к окончанию учебного года и началу летних школьных каникул. Подробнее о безопасности детей на дорогах города мы поговорим сразу после рекламы. Я от старых фитингов все хочу избавиться. В мою сантехнику пойду, потому что нравится. Фитинги, шаровые экраны, переходники, фильтры для очистки воды, новая вода. Магазин «Моя сантехника» душевно и ни капельки не дорого. Клиника лечения позвоночника. Пенза. Улица Калинина, 4. Телефон 98-03-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нашли подозрительный предмет на улице? Не вскрывайте и не трогайте. Не пользуйтесь мобильным телефоном вблизи предмета. Немедленно сообщите о найденном предмете в экстренные службы. Постарайтесь обезопасить окружающих людей. Дождитесь прибытия полиции или компетентных органов. Запомните время обнаружения предмета, обстановку и место его нахождения. Помните, в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее. Родители. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Берегите себя и своих близких. Новости на канале «Заречный продавец». Продолжаются у нас время встречи с гостем. И сегодня мы обсудим ситуацию на дорогах Заречного и безопасность дорожного движения. У нас в гостях инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД по городу Заречному Кристина Шумская. Добрый вечер, Кристина. Добрый вечер. Итак, Кристина, сегодня у вас начинается новый период, скажем так, в вашей работе. Да, с сегодняшнего дня у нас стартует мероприятие, которое у нас продлится по июнь месяц. «Внимание, дети!» – наше ежегодное мероприятие, в рамках которого мы активно уделяем внимание подготовке детей к летнему периоду. Проводим с ними различные мероприятия, посещаем их в школе, а также проводим беседы с родителями, чтобы в летний период не допустить дорожно-транспортных происшествий. Чем так опасен летний период, давайте напомним, именно в плане безопасности дорожного движения? Опасен он тем, что дети большую часть времени проводят на улице. Играют, отдыхают, но в эти моменты они, к сожалению, забывают об основных правилах, которые могут привести, к сожалению, к неприятным последствиям. Это может быть как и на дворовой территории, так и на проезжей части. – Современные школьники, современные дети, особенно продвинутые, особо продвинутые, обладают сейчас множеством средств малой мобильности, как бы сейчас сказали. Вот это представляет собой, наверное, особенную опасность, особенно в летний период, когда они предоставлены сами себе и могут делать, как им кажется, все, что захочется. – Ну, согласно анализа дорожно-транспортных происшествий за прошлый год, могу отметить, что за летний период у нас было зарегистрировано 5 происшествий. Из них 3 происшествия было с участием детей на велосипедах и одно на электросамокате. Также пострадал один пешеход. В связи с этим, наверное, все-таки большую опасность в городе у нас представляют именно дети на велосипедах. Чаще всего они допускают проезд по пешеходному переходу. Некоторые дети выезжают на проезжую часть, хотя в силу возраста они не могут этого сделать. И мы всегда сейчас на занятиях делаем акцент, где можно детям покататься, где это для них будет безопасно. А также напоминаем о том месте, где стоит передвигаться и не допускать выездов на проезжую часть. А так как у нас в городе есть велодорожка, практически ее протяженность по всему городу проложена у нас, поэтому рекомендуем все-таки пользоваться ей. Но здесь дети начинают рассказывать о том, что взрослые пешеходы любят ходить по велодорожке и не дают им там проехать. Особое внимание они просят уделить мамам с колясками, которые тоже стремятся посетить велодорожку, а детям покататься негде. И они рассказывают, что им действительно передвигаться неудобно, вызывает у них это трудности. То есть здесь уже стоит провести работу не только с детьми, но еще и со взрослыми. Да. Дети в любом случае обращают внимание всегда на взрослых. Как на позитивный пример, так и на негативный. Что касается велосипедистов взрослого населения нашего, они тоже допускают правила, нарушение правил дорожного движения, именно пересекая пешеходный переход на велосипеде. Хотя это является нарушением правила, за это есть ответственность. У взрослого населения так уж точно. Есть ли какие-то правила на настоящий момент, которые регламентируют передвижение школьников, подростков на электросамокатах? Да. Им стоит передвигаться по тротуару. В зависимости от возраста до 14 лет дети передвигаются у нас по тротуарам, велодорожкам. Я сейчас говорю конкретно про территорию нашего города, потому что у нас есть все-таки особенности некоторые. И в принципе детям мы всегда говорим, что это тротуар, велодорожка, либо совмещенная велодорожка с пешеходной зоной, либо в зоне действия знака пешеходная зона. У нас такие есть в парке, на проспекте 30-летия Победы. В основном безопасные места есть, детям на них передвигаться комфортно, так как все-таки тротуары у нас достаточно в хорошем состоянии. Никаких проблем с передвижением возникнуть не должно. Просто нужно быть чуть-чуть повнимательнее. Если видим о том, что большое скопление людей находится на тротуаре или на велодорожке, необходимо спешиться и уже пройти этот участок пешком. Потом продолжить движение. То, что касаемо пересечения пешеходного перехода, то же самое, да? Здесь в любом случае пешком. Исключением являются у нас велосипедисты, которые движутся по проезжей части. Но в случае, если дорога у нас имеет 4 полосы для движения, то тогда, чтобы пересечь проезжую часть, велосипедисту необходимо спешиться на пешеходном переходе и пересечь пешком. Потому что в этом случае уже проехаться посередине проезжей части у них не получится. И это будет нарушение. Кристина, вот во время этой акции «Внимание, дети» вы уделяете ваше внимание, наверное, не только детям, их родителям, участникам дорожного движения, но и взрослым, которые должны, наверное, в этот период тоже быть особенно внимательны в связи с тем, что на улице выходит много детей. Да, здесь работа проводится и с иными участниками дорожного движения. В летний период у нас также акцент делается и на мототранспортные средства. В прошлом году было много нарушений, выявлено более 70 со стороны водителей мототранспорта. И 19 материалов из них было составлено в отношении несовершеннолетних. Это для нашего города достаточно большие такие цифры, потому что все-таки недопустимо управлять любым транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Так как дети бывают разного возраста, то, соответственно, здесь уже и работа проводится совершенно разная в отношении каждого. Каждый случай мы разбираем отдельно. Что касается взрослых автомобилистов, которые передвигаются по городу, мы с ними проводим беседы, чтобы они были внимательны во дворах жилых домов, на проезжей части, где, возможно, будут чаще всего выходить дети, центральные улицы города. И во время первых двух месяцев у нас на территории города действуют пришкольные лагеря. То есть здесь мы тоже делаем акцент, чтобы водители терпимее относились, когда большая колонна из детей переходит в проезжую часть. Понятно, что мы торопимся, хотим где-то побыстрее, но все-таки деток нам нужно пропустить. Кристина, и еще на что обратить внимание взрослым автолюбителям, автомобилистам? Вот в этот летний период какие-то изменения произошли в правилах дорожного движения? Ну, самое, наверное, главное изменение, на которое стоит обратить внимание, то, что водителям к 1 июня, если кто-то до сих пор резину не поменял с зимней на летнюю, то это нужно будет сделать, так как у нас с 1 июня стартуют летние месяцы, в которые на транспортных средствах должна быть установлена резина летнего образца. В случае, если будет ошипованная резина, то это будет нарушением правил дорожного движения, водитель будет привлечен к ответственности. А так, так как многие автомобилисты на своем транспорте отправляются в путешествие, перед поездкой все-таки нужно проверить техническое состояние, дабы избежать в дороге неприятных моментов. Спасибо, Кристина. Надеюсь, что наша с вами сегодняшняя беседа окажется полезной, что наши телезрители и дети, и взрослые обратят внимание все-таки на соблюдение правил дорожного движения, и предстоящий летний период не принесет нам неприятных сюрпризов. Спасибо. У нас в гостях была инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД по городу Заречному Кристина Шумская. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. А новости пусть будут только хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова